Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 40-й выпуск третьего сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске, благодаря заранее приготовленным лиды к своей офтальмоскопу, закрыл квест от терапевта «Частная клиника». А также для барахольщика на локации «Развязка» удалось вынести схему маршрутов из офиса логистики магазина Олли и закрыть квест «Картотека. Часть 2». Это Дралкин, Чёрный Лукич, Кингисеп, Дроид, Александр, Росич, Василий и Паразит. Огромное спасибо вам за финансовую поддержку и доброе слово. Будьте здоровы! Если бы предложили озвучку, я бы точно не отказался хотя бы попробовать. Всем приятного просмотра! И опять здорово! С каждой нашей встречи что-то меняется. И сейчас это наличие стримов на моем канале. Теперь они почти каждый день. А если ты любитель гачи, кринжа и мемов, то настоятельно рекомендую 5 фишек и 10 советов, что на главной странице канала. Да и в целом можешь полистать. Тут много всего затейливого. Давай, пока и до встречи! Если получится, то сегодня я бесплатно в убежище запущу генератор, чтобы у меня воздушный фильтратор работал, и бонусы были, и все счастливы. Так что первый рейд за Дикого на развязку. О как! А то ли я вообще в другом конце карты появился, да? Давай, тут попялимся-то. Че у нас тут по рейдерам? Я надеюсь, их тут нет. Я че-то новость там была, я проморгал, в общем-то. Где-то опять рейдеры появляются. Я точно видел рейдеров на таможне. Инфа сотка. Блин, нет, времени мало, мне надо идти сразу же. Сразу же, КПМЧС там попробуем выйти. Мне надо тупо за топливом прошвырнуться, я тогда по задним полкам этой самой, складской всей этой зоны, пробегусь. И оттуда в кассу Олли. Аккурат получится, я думаю. Ой, касса, говорю. Ну, в общем, вы поняли, на полке Олли. Надо посмотреть хотя бы какую-нибудь топливную канистру, а то у меня тут... Хотя бы синюю имею в виду, топливную канистру. У меня тут есть, в принципе, место-то и для большой канистры, но лучше будет, если я две синие вынесу. Их потом, если что, и пустые, можно будет продать. Ну, а если нет, то можно будет и что-нибудь смотреть с них. Вот отсюда потихоньку начнем смотреть. Выглядит хорошо, сухо, комфортно. Может быть, кстати, и топливную присадку здесь, но любую, она же мне тоже как бы нужна. Так-то деньги, честно говоря, не особо нужны сейчас. Сейчас, по большому счету... Уже ни к чему они. Присадка может быть. Так что, упорваться какие-то злостные места с лутом. И опасные в то же время. Бегать сколько бы не буду. Опачки. А вот и топливо. Бам. Есть канистра. Ну и все, в принципе. У меня больше не поместится никакое топливо, так что... Можно топить на хату. Пришел за топливом, нашел топливо. Иди домой. Что еще надо? Вот так вот. И на МЧС домой. Получается. Мне пришлось волей скакать. Ну, если никто меня на выходе не встретит, никакая там засада не будет. То все нормально. Запустим генератор. Упадем на таможню. В синем шлеме, в синем бронике миротворческую миссию завершать. Последняя локация осталась, на которой эта миссия висит у меня. Что у нас до выхода? 11. Да, нормально. Так. Ой, хорошо как. Бесплатно топливо. 5 минут и топливо в генераторе. Плюс синий броник на сменку в случае неудачи, да, в миротворческой миссии на таможне. По миротворческой миссии у меня одна локация, как я говорил, осталась. Это Диких на таможне. Он форма шлем-унтар, броня-кунтар и М4А1. По топливу у нас все прогорело, поэтому я, бам, сюда канистру заряжаю. Есть у меня теперь генератор. Фильтратор работает, все запущено по свету. Чи, теплый свет. И военный, ой, этот воздушный фильтратор тютю говорит, надо прикупить сейчас. 91 тысяча. Меня радует такая цена. Все, готово. А вот здесь еще можно фильтратор воткнуть. Ну все, производство пошло. Погнали за ЧВК, идем на таможню. Можно вечером в 18, я думаю, да, вполне себе. Почему бы и нет, когда... Да, давай пофиг, в 18 фонарик есть, если что. Поехали, все страховано, что мне надо, можно запускаться. Блин, капец, я пока грузился, тут уже темень скоро начнется. 7-5 минут, 8-го, нормально, надо было с утра пойти. Ну ладно. Зато будем надеяться, поменьше ЧВК будет, да? А, ну ту сторону тогда сразу. Все, что мне нужно от таможни, это 12 диких. Так что на ВСРФ, налево через стройку. Такими путями пойдем. Туда заходить не буду, так как там отступники могут лазить. Рейдеры. Будь они, не будь. Пачки, что я вижу. Сколько раз я вас пропускал? Набор для ремонта оружейный. Получается. Один дикий еще не подъехал. 7 килограмм. Ладно, мы будем с ним лазить тогда по локации, получается. А, на той стороне возня пошла. Блин, там по-хорошему бы как раз на базе решало, да? Там больше мог быть. Старая заправка, вот туда бы заглянуть. Особенно вон тот паренек белым, красава он. Капец тебе служил. Да как вы так бегаете, е-мое? Так, счет открыт. Первый пошел. Это снайпер, видимо. Интересно, в каком приоритете решение этого вопроса? Дерганными этими товарищами. Ага, трое. Где тут четвертый? Там она. Так, четверо есть, уже результат, я считаю. Там кто-то рубится на этой, на надблоке. Вау. В магазин докидать. А то это никуда не годится, да, с полупустым магазином двигаться? Слышишь, где-то справа шо буршит. То ли за стенкой он, то ли и в этом. В теремке прям тут. А, в контейнере. О, давай, подходи, ты как раз мне нужен, братуля. Ну, давай, дальше. Так, ладно. Не хотите он подходить. Ну, скоро цела, уже неплохо. Угу. Что-то такое ощущение, что этот снайпер джебошит, знаете, откуда? С скелета здесь. Ну, мне нужен этот дикий. Мне нужен этот дикий. Вон он, сука! Ну, хоть так. Надо перебегать по Шурику. Пока пацаны на общагах. Не забуксовали. Здравствуйте. По-моему, справа я кого-то слышал. Ладно, некогда разбираться. Просочился. Так, стрельба где-то на КПП, где-то тут в общагах. И, по-моему, справа я кого-то слышал. Ага, слышь по кустам, да, Шуршит? Так. Там еще есть, но я не пойму, он его гнал или это еще один дикий. Попроверим. Вроде бы. пойдем пробовать дальше там где-то из этого скормилица что ли стреляют сюда по всему где-то там то ли в цехе там где стримерская где-то в том районе есть кабанчик ты у него что-то есть там 167 опыт это вообще за забором что он на скалу пошел блин страшно сейчас как пролетит он как раз в мою сторону идет возвращается с этим пилигримом так можно даже вот попробовать по задачам чего у меня там интересно по половину то я думаю уже настрелял как не минимум до миротворческая 8 нефига хорошо пока мама найдем я бы на месте тех товарищей которые там тусуются вряд ли бы по этой стороне пошел я думаю что они по заводской территории пойдут туда что-то не подсказывает что так она будет но это только предположение так что внимательно смотрим возможно тут есть негодяи о Поехали. Подниматься туда есть смысл? Нет? Ну вот, я примерно об этом и говорил. Скорее всего они там по заводской пойдут. Значит мне желательно с этой стороны внедриться. Блин, под стеклами тут нельзя бегать, нельзя. А может выйти еще в один рейд загрузиться, а? Это что-то темнеет уже это раз. Во-вторых, выход под боком это два. Третьих диких-то уже постреляли почти всех. Не знаю, у меня сейчас есть шанс тут найти дикарей. Давай, наверное, попробую выйти в свежую локацию полную диких. Опа, проскочил кто-то. Че выкает? Ладно. Пусть выходит, тоже на выход прискакал, видимо. Домой идем. Оружие бесплатно будем чинить теперь. 13 небольших минут. Восемь диких настрелял. Самое классное то, что я оружейную эту штуку, ремонтный комплект, да, вытащил. Сейчас будем все это дело бесплатно чинить. ремонт например рынке теперь мне 139 к плате в 139 из 1000 нормально нормальном еще нормально так чинить все добрышко выгрузил можно будет еще раз запускаться на туда же на таможню за чувака таможня теперь мы с утреца будем загружаться и все что надо мне застрахован уши можно будет застраховать все погнали дождичек о в каком я месте мутном появился пожалуй отсюда драпанул бы красно встречу до походу чувака бегу ну давай пока что выключен был так никого на горизонте говорит на скалу пойдем а знаете дожечек на сейчас даже на руку как по мне придает атмосферности как минимум в тактическом плане при дожечке опа чувака вида да ты чё там пиздишь вон он вон он блять ебать его живешь топорист служивый нафиг ты выходишь на меня думаешь я добрый что ли неправильно думаешь опа вы уж извините что так вышло но так вышло не доверяю я топористам вон он еще один откуда он кидал слепы да что ты б тут же был бам хорош оцените мгновенную карму по башке сходу получил надо было гранатами пощупать еще была такая мысль мелькнула но да ладно думал что вывезу бывает чё все я собрал еще один комплект унтар броня и шлем м-ка уже была собрана точно такая же м-ка как в принципе и в предыдущие разы было тут ничего нового практически так идем значит за чевыка на таможню все тоже самое можно будет подстраховаться тут на всякие пожарные да и все пойдем двоих диких всего надо добить миротворческую захлоплим да сегодня дождливый денек у нас в таркове выдался блин опять меня на этой стороне зачем-то подгрузила опять мне выходить лоб в лоб ладно пока думаю щас все свое счастье профукую давай рискнем нормальные люди так не бегают не делайте так не знаю даже наверное можно тут посидеть пока дождик идет чтоб не намокнут да туда сюда посмотреть а то глядишь и товарищи дикие подспавнятся мне парочка всего нужно было бы не дурно тут сразу же бабахнут ой ну как тут хорошо все видно прям чудесно и когда ты нужен снайпер дикий нету да на крыше или на заправку пойти уже надо что-то какой-то кружок мотнуть крутнуть вот дождик подутих кружок мотнуть надо я думаю можно на заправочку заглянуть сюда на новое а потом если чё если там тишина сюда вернуться тут аккурат ребята подгрузится есть такое предположение это сразу за отступниками выехал нет 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 я моя ну давай встань не лежи лупит по моему по кпп примерно лупит по моему по кпп примерно это заводские братва давай другую что-то слепой там делаешь куда примерно туда примерно там очка нулево это чё такой живучий отлично отлично я троих убил заводских я два квеста выполнил миротворческая миссия и от егеря то мне же троих надо было этих заводских застрелить надо кинуться вот это вот это ну все теперь точно погибать не жалко будет большое дело сделал наконец таки даже два больших дела долго долго они распиливались но у меня патрон бт что можно сказать он только третью броню шьет еще более-менее четвертую уже с напрягом это кого он кто это это уже чавыки подошли базару нет вы пацаны как ПВО фигачит в небо по воробьям они сейчас отлечатся пока я тут патроны накидываю я думал это живое это оказывается труп сидит какой-то что ладно пофиг спустимся рискнем последними патронами нет тут все равно не вариант сидеть они обычного дикого завалили заводские короче фигачат обычных диких так куда вы делись походу тут за углом справа да не понял вот вот а они походу туда за цистерна еще могут же за курс забежать да спокойно блин ну мне лутать их вообще не вариант пока они там есть вот так никак нельзя так тут тоже нет куда делись я исправил K и к м она я щас только припаду летать не вылетит чувствую рейнбенч которые мне нужны в лесу на закладку так вот сделаем трое заводских лежит значит это решало и один заводской в аккурат да я как раз стрелял но коцал их хорошо и они как сквозь землю провалились в итоге как сквозь землю да не могли деться где еще их мог не доглядеть может быть они пошли типа обходить меня с той стороны на скалы возможен неизвестно это тут банка шлюет вон вон он вон он Суббокер. вот так вот сюда и сюда так отсюда чем мы можем да в принципе ничего не надо и рейбенчу всех сады практически ну я могу сказать не дурно не дурно теперь было бы не дурно выйти просто с локации получается стрельба была вокруг да около везде за общагами и в том числе давно слез у меня не восстанавливается слышал да где стреляют примерно возле меня надеюсь не откину сейчас от передоза к так значит предлагаю попробовать выскочить на таможне ой на это и как его выход в общаге риск большой но попробовать стоит наверно как слон топаем слышно за три версты если честно я бы наверное даже хотел бы чтобы машины не было чтобы я дальше побежал и не сидел там целую минуту гуковал в кустах под окнами общежития машина есть есть денежку передал ну что неплохо так гульнули офигеть война вокруг да около везде стреляют пули свистят а у меня получилось заводских срешенцов застрелить и опять же это все два квеста мне позволило закрыть первую очередь закрываем миротворческую миссию по двенадцать диких на четырех локациях в синем бронежилете шлеме с м41 настреляли наконец-то и за счет этой миссии я открыл прапора максимальный коронный уровень наконец-то до 36 уровня накачался ну и опять же попутно мне удалось путь охотника справедливость выполнить троих одетых форму дпс диких свита решала мы застрелили на таможне а вот и топливо кстати подъехала и кстати по квесту импорт тоже я могу передать железяку она у меня доварилась в схроне в убежище точнее мы можем закрыть и этот квест в том числе на этом 40 день буду заканчивать всем спасибо за просмотр надеюсь выпуск вам понравился всем хорошего настроения приятной игры благодарю за вашу финансовую и моральную поддержку за пальцы вверх и добрые отзывы увидимся услышимся в следующем выпуске до свидания